Здорово народ, с вами Кит и сегодня мы с вами посмотрим на новый многопользовательский мод Persistence Empires, который сейчас находится в закрытой альфа-версии. Тут вы будете играть, развивая своего персонажа как в какой-нибудь ММО на одной громадной карте с тремя биомами, но не глобальной карте, а скорее боевой. То есть на этой карте будет сразу огромная куча территорий, замки, поля, моря, реки и прочее. То есть ни о какой глобальной карте вроде Баннерлорда Онлайн речи не идет. Пока что биомов здесь три. Пустынный, зимний и летний с классическими лугами, полями и лесами. На этой карте будет просто огромное количество активностей, которыми вы сможете себя развлечь. Сможете присоединиться к клану, помогать ему развиваться, захватывать новые территории и доминировать вместе со своим кланом на этой огромной карте. Вы сможете прожить жизнь как обычный крестьянин, который зарабатывает лишь своим потом и кровью, собирает свои ресурсы и продает их на местном рынке. Либо же вы сможете стать лучшим ремесленником Кальрадии, у которого будут лучшие доспехи и лучшее вооружение. Или и вовсе сможете стать обычным торговцем, который путешествует между городами и доставляет товары. Сможете отправиться в плавание на этой огроменной карте. Опять же для торговли, а может для рыбалки или и вовсе для души. Либо же вы можете стать наемником, который думает лишь о своей выгоде. Или же если вам все это чуждо, вы сможете стать бандитом и грабить всех подряд. И сжигать ближайшие деревни, кстати говоря. В общем, здесь просто огромные возможности для ролевого отыгрыша на этой масштабной карте. Заинтригованы? Значит, настало время поговорить обо всем этом немножечко поподробнее. Первым делом, после попадания на сервер, вас будет встречать Free City, который будет этакой мирной локацией для новичков, где вы сможете начать освоение в данном моде. Для начала вам предстоит выбрать себе класс, которых тут около 15. По сути, это наборы перков, позволяющие вам заниматься различными видами деятельности. Различные ополченцы и сержанты в основном занимаются охраной территории, либо нападением на врага. Охотники, помимо охраны, смогут охотиться на дичи, дабы обеспечивать замок пищи, которая тут очень важна для выживания. А также есть крестьяне, собирающие ресурсы на полях и в шахтах, производящие из них полезные для жизни товары. То есть вы сможете собрать на поле зерно, отнести его к мельнице, сделать из зерна муку, потом идти в пекарню и сделать из муки уже хлеб, а потом все это дело продать. И таких вот крафтовых цепочек здесь довольно-таки много. Вообще товаров, как таковых, здесь тоже много, и некоторые из них будут даже уникальными для каждого биома, поэтому, опять же, те же караванщики без работы точно не останутся. Ну и, конечно же, здесь есть ремесленники, и их потенциал, как по мне, вообще безграничен. Создание инструментов для добычи ресурсов, крафт оружия и брони, постройка зданий, средств передвижения, вроде тележек и кораблей, и, конечно же, осадных орудий. Рынок вещей, кстати говоря, будет гибким, то есть цены на товары будут постоянно меняться, в зависимости от спроса и предложения. Если же вы захотите стать наемником или бандитом, то вам нужно будет прийти в соответствующий лагерь и заново выбрать там класс. У наемников, как у обычных воинов клана, будет своя прокачка, чего не скажешь про бандитов. Их выбор классов весьма скуден и нет никакой прогрессии. Соответственно, им доступны лишь самые легкие доспехи, примерно как у обычных бандитов в ванильной версии игры, поэтому данный стиль игры будет интересен лишь на начальной стадии. Думаю, у некоторых из вас уже сложилось впечатление, что вся эта движуха исключительно для командных игроков, тех, у кого есть друзья для совместных игр, или же для тех, кто стоит в клане, но это не так. Так, заниматься той же добычей или ремеслом сможет даже одиночка, не вступивши в какие-либо кланы. Разве что ему придется отдавать десятую часть своей прибыли тому клану, на чьей территории он занимается своей деятельностью. Что-то вроде налога. Ну а бандиты и наемники вообще могут делать все, что взбредет им в голову. Так, ну а теперь, что же у нас с вами по глобальным клановым движухам? У кланов будут свои замки и прилегающие к ним деревни, которые они будут контролировать. Также у нас есть фри-сити, который будет поделен на районы, которые в свою очередь будут контролировать различные кланы. И между собой они будут развязывать войны за эти территории. Они будут объявляться, кстати говоря, не сразу, так что кланы смогут подготовиться, собрать своих бойцов. Осадные орудия тут вообще весьма гибкие, то есть катапульты, осадные башни, можно катить вообще куда заходишь, и те же катапульты можно заправлять, чем душа пожелает. Ветки, дрова, камни. Вот бы еще можно было больными коровами стрелять, как в том же Стронхолд Крусейдер, я бы точно больше никогда не был бы онлайн. Так что обороняющимся будет нелегко, потому что обороной пары точек, как в ваниле, вы тут точно не отделаетесь. А чтобы завершить захват территории, нужно будет добраться до вражеского знамени и заменить его своим. Захват длится около минуты, во время которой вы будете беззащитны, так что будет весьма непросто. Осадное орудие, кстати говоря, можно будет прокачивать, но сделать это смогут лишь очень умелые ремесленники. В данный момент эта модификация находится в закрытой альфа-версии, и поиграть в нее могут лишь подписчики из Патреона. Но разработчики сообщили, что уже очень скоро, вероятнее всего даже до конца месяца, начнется открытый бета-тест, в котором смогут принять участие все желающие. В подготовке данного видео мне помог наш клан из СНГ, Гиперборея. Так что если вы захотите попробовать данный мод, но боитесь, что в одиночку не сможете справиться, вступайте к ним, они обязательно вам помогут и расскажут все, что вы хотите знать. Ссылочку на их дискорд я оставлю в описании. Ну что ж, а у меня на этом все, с вами был Кит, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok